Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Меня зовут Журова Инна Александровна. И сегодня мы с вами поговорим об инструментах для развития мышления у детей дошкольного возраста. Все мы прекрасно знаем, что дошкольный период, дошкольный возраст – это период, когда происходит бурное развитие у детей, в том числе и мышление. Малыш превращается в самостоятельную личность со своим характером, талантами, увлечениями и задача взрослых – помочь малышу в этом процессе. Оказать поддержку, подсказать, где нужно. Дети очень сильно отличаются от взрослых людей абсолютно по всем параметрам, в том числе и своим мышлением. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Все ли хорошо? Напишите, точнее, пожалуйста, все ли нормально со звуком? Так, отлично. Спасибо огромное. Спасибо огромное за вашу активность. Поняла? Все, замечательно. Тогда можем продолжать. По поводу фона. Тогда, честно скажу, тоже не могу подсказать по поводу фона. Спасибо огромное. Продолжаем. Дети очень сильно отличаются абсолютно во всем. Спасибо вам большое. Чтобы правильно уметь общаться с ребенком, не допуская ошибок, находить пути к процессу его воспитания, необходимо ясно понимать, как устроено детское мышление и в чем особенности его развития. Мышление — это высшая форма отражения действительности, это вид умственной деятельности, заключающийся в познании сущностей, вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними. Оно оказывает влияние на всю деятельность человека, его место в обществе. И в дошкольном возрасте задачи, которые нужно решать будущему ученику, становятся более разнообразными, усложняются. Ему приходится выделять и использовать связи между явлениями, вещами, действиями. При рисовании, лепке, сборке конструкторов, развивающих игр он использует все новые действия. Просчитывает их, меняет, сочетает, возрастает значение речи. И мозг дошкольника подвижен, податлив, открыт новым знаниям. Именно поэтому полезные привычки, желание заниматься, например, спортом. Спасибо огромное тоже желаю также, чтобы благополучно, благоприятно и полезно прошел наш вебинар. Желание заниматься музыкой, спортом, театральным, художественным искусством закладывается именно как раз-таки в дошкольный период. И для того, чтобы ребенок мог анализировать, мыслить, необходимо постоянно ставить перед ним новые задачи. А также модернизировать и усложнять уже полученные навыки. И можно выделить несколько факторов, которые оказывают сильное влияние на мышление ребенка. В первую очередь это круг общения. Чем старше ребенок, тем больше вокруг него должно быть детей и взрослых. В этом помогают нам дошкольные образовательные учреждения, кружки, различные секции. Малыш должен наблюдать разные модели поведения, как взрослых, так и детей. Следующий фактор – это развитие речи. Ребенок учится строить предложения, выражать свои мысли. Следующий фактор – это формирование аналитического мировосприятия. Дошколята характеризуются тем, что обращают внимание на формы, цвет, величину, пространственное расположение и временные рамки. Приобретение навыков и умений. Ребенок учится пересказывать, читать по слогам, петь и так далее. Еще фактор – это становление личностных качеств. Характер, адаптивность, инициативность, организованность. Вот все это формируется в результате воспитательных мероприятий. Формирование самооценки. Развитый ребенок способен оценивать себя. И что еще тоже немаловажно – это появление самоконтроля. Ребенок учится управлять своим поведением и своими поступками. У детей, как и у взрослых, мыслительная деятельность обусловлена различными психологическими особенностями и аспектами. В первую очередь это связано с их возрастным развитием и поэтапной сменой типов мышления, которые постепенно наслаиваются друг на друга по принципу усложнения. В младенчестве мышление детей можно назвать сензитивным, то есть чувствительным к внешним раздражителям и событиям. Основными операциями, которые может выполнить в этот период сознание крохи, являются восприятие информации через слух, прикосновение к нему субъектов извне. Отталкиваясь уже от полученной информации и возникших чувств в развивающееся сознание, дает соответствующие различные реакции. Ребенок сензитивен. В полтора-два года наиболее интенсивно развивается способность наблюдать и производить какие-либо действия с окружающими предметами. К трём-четырём годам формируется способность сознания не только наблюдать и совершать действия, но наблюдать и создавать в уме свои первые представления и образы, которые ребенок уже может продемонстрировать отвлеченно от самого объекта реальности. К пяти годам у детей начинает зарождаться словесно-логический тип осмысления информации. Поэтому для развития мышления в дошкольном возрасте обязательным условием является присоединение к играм первых обучающих программ. У младших школьников возраста 6-7 лет словесно-логическое мышление выходит на первый план и становится доминирующим среди других типов познания, продолжая своё интенсивное развитие в период с 8 до 10 лет. Если коснуться школьного возраста, то в 11-14 лет ярко выраженной становится потребность молодого человека к самостоятельному познанию мира. У подростков этого возраста мышление становится значительно сложнее, оно переходит на более высокий уровень умственной деятельности. И психологи считают этот период особенным в формировании личности ребёнка. Специалисты в области детской психологии и педагогики выделяют несколько этапов развития детского мышления. Очень важно отметить это буквально кратко, потому что мы будем опираться на эти данные. Итак, у дошкольника доминируют следующие типы мышления. Это первое, наглядно действенные познания с помощью манипулирования предметами. Характерен для малышей от 1 до 2 лет. Следующее, это наглядно образные познания с помощью представлений, предметов, явлений. И развивается на основе уже имеющихся у ребёнка знаний. И характерен этот тип мышления для детей от 3 до 4 лет. И ещё следующий тип мышления словесно-логические – познания с помощью слов, понятий, рассуждений. Поскольку речь ребёнка начинает играть важную роль в достижении какой-либо цели ребёнка. И характерно для детей старшего дошкольного возраста – это 5-7 лет. Наглядно действенное. Развитие мышления ребёнка запускается действием. Делаю, наблюдаю за тем, что делаю, кое-что начинаю понимать. Так работает механизм простейших мыслительных процессов. И самым ранним этапом развития детского сознания является возраст где-то 1,5-2 года. В это время у малышей идёт процесс исследования мира руками. Чтобы усвоить какую-то информацию об окружении, ребёнку всё нужно потрогать. Взять в свои руки, что-то разобрать и даже сломать. Попробовать на зуб. Мыслительные потуги малыша привязаны... Прочитаю потом. Хорошо, чтобы не отвлекаться. Вернёмся тогда в конце. Так, сейчас вспомню, о чём я говорила. Итак, идёт процесс познания окружающего мира руками. Мыслительные потуги малыша привязаны к наглядным ситуациям и отражают непосредственные отношения между объектами. Например, черпая кашу ложкой, практически каждый ребёнок умышленно или случайно переворачивает ложку так, что содержимое падает на стол. Этот простейший эксперимент позволяет ему уяснить, как нужно пользоваться таким столовым прибором. Следующим открытием станет форма ложки. Оказывается, что без вогнутости данного предмета и данного инструмента никак не обойтись, если хочется съесть суп. Самые младшие дошкольники любят ломать игрушки. Они не агрессоры, выпускающие на волю отрицательную энергию. Они исследователи. Предметы, которые окружают ребёнка, ему интересны, им хочется трогать, разбирать. Одно действие следует за другим. И речь здесь не важна, да, и у крох нет ещё умения говорить и объяснять свои поступки. Ребёнок мыслит руками, исследует свойства каждого предмета. Мыслить для малыша трёх-четырёх лет означает выполнять определённые действия и наблюдать, что происходит, а не вспоминать и размышлять. Таким образом, предметы познаются с помощью вариативных действий, выполняемых с ними, и наблюдением за тем, что происходит. Это мышление так и называется, наглядно-действенное. Постепенно наглядно-действенное мышление формируется как открытие предметных связей между составляющими и характеристиками одного предмета, между разными объектами и так далее. И благодаря накапливаемому опыту тип мышления малыша приобретает важные характеристики, такие как отвлечённость и обобщённость. Отвлечённость проявляется в том, что ребёнок выделяет важный признак и начинает вариативно использовать предметы. Например, только что пластмассовый диск служил рулём воображаемого автомобиля, а вот уже дошкольник применяет его в качестве тарелки, из которой он кормит куклу. В данном случае форма предмета подсказывает ребёнку варианты использования. Обобщённость мышления заключается в применении одного и того же объекта для различных целей. К примеру, младший дошкольник может сложить ведёрко мелкие игрушки, а затем их вытряхнуть и примерить его в качестве головного убора или использовать как стул. По поводу вопросов, как раз сейчас перейдём к нагляднообразному типу мышления, по поводу вопросов в чат, где взять необходимый круг общения для ребёнка, ребёнку с особенностями в развитии. Я опять же здесь исходим из того города, того населённого пункта, где вы находитесь, какие есть условия. Как выходим мы из этой ситуации? Я являюсь сотрудником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. И в учреждении я руководитель службы социального сопровождения семей с детьми. Как раз таки мы работаем с детками, которые имеют особенности в своём развитии. И на уровне нашего учреждения создана группа, куда приходят дети с особенностями развития, и они взаимодействуют с детьми, которые не имеют особенностей в развитии. Это как один из пунктов. Другой момент. Также мы сотрудничаем тесно с общественной родительской организацией, куда входят родители, имеющие детей с особенностями в развитии. И мы выезжаем на базу этой организации, проводим различные мероприятия. Социальные акции, театрализованные представления, арт-терапевтического направления, мероприятия. Очень много направлений, куда могут прийти родители с детьми, где мы можем взаимодействовать. И также мы туда привозим детей, которые не имеют особенностей в развитии. И, соответственно, получается, что в продуктивной деятельности идёт общение детей с особенностями развития, с детьми, которые не имеют особенностей. Поэтому вариантов на самом деле очень много. И здесь, конечно, наверное, нужно всё-таки посвятить отдельный вебинар по формам взаимодействия. Если есть такая необходимость, то отметьте, пожалуйста, в чате. И мы тогда в ближайшее время постараемся озвучить эту тему. Следующее, о чём хочу рассказать, это наглядно-образное мышление. Следующий этап – опыт практических действий является непременной ступенью для развития следующего вида. Как раз-таки наглядно-образного мышления. К наглядно-действенному типу осмысления в возрасте 3-4 лет присоединяется линия развития наглядно-образного мышления. Эти два типа мышления развиваются параллельно, гармонично дополняем друг друга. Но опять же, всё посредством развития. Не будем вот эти особенности, хорошо? То есть я говорю о норме, да, как это должно быть. Особенности были и будут всегда. И, естественно, конечно же, исходим из того уровня, какой есть. И стремимся к тому варианту, который должен быть. Наглядно-образный тип осознания информации активно формируется до начала обучения в школе и даёт возможность детскому уму начать мыслить и оперировать образами. Особенно полезны для развития образного мышления продуктивные виды деятельности. Намереваясь нечто построить, вылепить, либо нарисовать ребёнок, хотя бы отдалённо представляет результат. И в этом уже содержится интеллектуальная задача. Хочу сделать, а как это реализовать? На каких признаках нужно сосредоточиться, чтобы нарисовать яблоко? Ну, вероятно, на его круглой форме. А для ещё большего сходства с оригиналом стоит добавить хвостик с листочком. Дошкольник изображает модели тех предметов, которые он видит вокруг. И это возможно только в том случае, если он будет замечать важные характеристики объектов, анализировать, устанавливать различия сходства с другими предметами. И важная особенность нагляднообразного мышления как раз-таки состоит в том, что ребёнок может представлять некие объекты и придумывать его образ, используя воспоминания и задействуя воображение. Отсюда вытекают главные свойства образной формы мышления – подвижность и структурная организованность. Благодаря подвижности мышления дошкольник способен дополнять свои представления. Достаточно показать малышу длинные уши, игрушки, и он тут же узнает зайца. Это свойство распространяется на узнавание ребёнком любых знакомых ему объектов по видимым элементам. Структурная организованность мыслительной деятельности ярко проявляется в конструировании. Чтобы соорудить модель из конструктивных деталей, ребёнок размышляет о взаимном расположении частей, определяет последовательность соединения. Размышляя, он ищет способы, как создать образ, который соответствовал бы замыслу. Сюжетно-ролевая игра эффективно развивает образное мышление детей. Именно в подобных играх дошкольники пытаются создавать типичные образы, анализируют и мысленно представляют ситуации, правдиво отражающие реальную жизнь или соответствующим фантастическим сюжетам. Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление тесно переплетаются. Ребёнком движет познавательная активность. Он экспериментирует и благодаря действиям и образам открывает взаимосвязи, признаки, характеристики, особенности в окружающем мире. Эти виды мышления приближают дошкольника к пониманию объективных логических законов. И только к концу дошкольного возраста формируется мышление, основанное на активной работе мыслительных операций с подчинением законам логики. Этапом развития ещё одного важного типа мышления является словесно-логическое. Начинается этот этап примерно в возрасте 5-7 лет. Дает возможность не просто говорить о фактах действительности, но и также анализировать окружение и вариативно в словесной форме озвучивать этот анализ. Старший дошкольник пытается обнаружить в окружающих объектах наиболее существенные и постоянные признаки, активно подключая для этого интеллектуальные операции, такие как анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификацию. Если ребёнка, например, в возрасте 3-4 лет спросить, что такое собака, он ответит, что это, наверное, тузик, который живёт во дворе, да, какой опыт. А в возрасте 5-6 лет скажет, что это уже животное, которое охраняет дом и любит вилять хвостом, когда его гладят. Разница между ответами, я думаю, что очевидна. И в последнем случае ребёнок демонстрирует свою способность анализировать информацию, логично выражать её с помощью слов. И такая операция сознания является важнейшей основой мыслительного процесса. Она позволяет развиваться детям дошкольного возраста и двигаться в познание вверх и вперёд. И ещё выделяют абстрактно-символическое мышление, когда ребёнок выделяет, отделяет существенные свойства, признаки предмета от несущественных. Малыш понимает, что конкретный предмет может быть замещён другим, если тот обладает такими же характерными признаками. Тоже буквально быстренько, чтобы мы понимали, будем разговаривать, как развивать это. Пространственное мышление тоже выделяется. Этот вид мышления является базой для дальнейшей учебной и впоследствии трудовой деятельности. Развивать пространственное мышление нужно для правильной ориентации в пространстве. Познание, появление в сознании образов и умение использовать их при решении задач. Ещё выделяется творческое или креативное мышление. Пространственное мышление даёт возможность человеку, в данном случае ребёнку, говорим о детях, создавать что-то совершенно новое, принимать какие-то нестандартные инженерные решения. А развитие этих возможностей и способностей во многом, конечно же, зависит от родителей ребёнка. Нет детей, у которых бы полностью отсутствовало творческое начало. Оно есть у каждого. И это должны знать и помнить взрослые, которые хотят развить в детях такие способности. Мы с вами рождаемся все с одинаково активным правым-левым полушарием. А в дальнейшем, в силу того, что всё наше образование построено на том, чтобы развивать левое полушарие, правое полушарие, которое отвечает за образное мышление, за творчество, в итоге оказывается неактивным, малоактивным. Конечно, да, оно работает, но менее активно в сравнении с левым полушарием. Идёт вот эта асинхрония. Ну, об этом, это тема тоже другого вебинара. Не будем уходить в эти дебри. Да. И здесь тоже важно обращать на эти моменты внимание. Ещё выделяют инженерное мышление. Будем как раз тоже об этом разговаривать. Инженерное мышление приобщает детей к науке, повышает интерес к работе учёных, исследователям, расширяет кругозор через экспериментальную деятельность, конструирование, создаёт предпостылки к техническому творчеству. И момент здесь такой, что современные дети, большинство информации всё-таки получают с экранов телевизора, а не через руки. Опыты, эксперименты учат нестандартно мыслить и находить ответы на сложные вопросы. И здесь мы также с вами в состоянии развивать инженерное мышление, поскольку очень много различных опытов, экспериментов, которые будут способствовать этому. И, ну, уже получается, мыслительные операции буквально быстренько, какие выделяют у нас мыслительные операции, то что времени уже немножко остаётся. Сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, как мы можем с вами развивать мышление. Давайте теперь поговорим об этом. Поэтапный процесс развития мышления закладывается в ребёнке в момент его зарождения самой природы. И главная задача здесь взрослых помочь беспроблемному прохождению этого процесса, создавая для этого правильное и благоприятное условие. Педагогами, психологами разработано множество методик, технологий, программ для обеспечения развития детской мыслительной деятельности. Важно использовать те способы, приёмы и методы, которые подходят к определённому возрасту и этапу развития мышления. В младенческом возрасте необходимо воздействовать на слуховое, зрительное, тактильное восприятие малыша. Больше разговаривать с ребёнком, читать ему сказки, петь песни, играть на музыкальных инструментах или же включать звуковые проигрыватели. Показывать разные по форме и цвету предметы, озвучивая их названия, давать возможность ему их потрогать. Прикосновение к предмету будет откладывать под сознание информацию о его свойствах, способствовать зарождению мыслительной деятельности в самой ранней и простой её форме. В возрасте года, двух лет следует делать упор на развитие мышления, присущего как раз таки этому периоду. То есть что значит наглядно действенному? И главное в это время не мешать крохе исследовать окружающий мир в рамках разумного. Не забываем, конечно же, здесь о безопасных условиях, но здесь что у нас мы видим сплошь и рядом, когда мама идёт и объясняет ребёнку, туда не ходи, это не бери, ты испачкаешься. Да, в итоге что происходит? Пропускается вот этот этап, когда ребёнок должен всё осмотреть, потрогать, попробовать. Да, не забываем, конечно же, о безопасных условиях, это естественно. Все предлагаемые в детских магазинах для этого возраста развивающие игры прекрасно помогают развивать наглядно действенное мышление ребёнка. Они призваны сформировать цепочку действий, результат действия, которое в будущем ляжет в основу развития логики и математических представлений. С наступлением периода развития наглядно-образного типа осмысления, тесно, которое связано с творческим мышлением, надо стараться не препятствовать фантазии воображению ребёнка. А мы здесь тоже, вот здесь ты сделал не так, здесь ты сделал не так, и в итоге что? Правильно, спасибо за ваш комментарий. В итоге получается, что ребёнок ориентируется в более старшем возрасте на другого ребёнка. Как сделает тот и повторяет в итоге то, что сделал другой ребёнок. Потому что уже поставлен этот блок. И важно, конечно же, думать об этом заранее. Все наши слова и действия имеют потом результат. Пусть ребёнок занимается рисованием, лепкой, конструированием и тому подобным. Далее следует период, когда начинает формироваться словесно-логическое сознание. И здесь важно заняться развитием речи, словарным запасом малыша. Нужно больше говорить с ребёнком, отвечать на его вопросы, задавать вопросы ему для того, чтобы он учился самостоятельно рассуждать и строить ответ. Во время какой-нибудь игры или занятия, например, рисования, он проговаривает свои действия, описывает словами, что видит, что действует. Надо помнить, что основа развития ребёнка – это игра. Игра, ведущая вид деятельности дошкольного возраста. Все мы это знаем тоже прекрасно. И игра должна быть увлекательной, развивающей, наполненной смыслом. Только тогда ребёнок будет проводить время не впустую, а с максимальной пользой для развития своего мышления. И что мы можем вообще использовать? Чтобы мышление активно развивалось, нужно постоянно с ребёнком, конечно же, заниматься, играть. В помощь родителям, педагогам будут дидактические, познавательно-развлекательные занятия, экскурсии, встречи со специалистами, а также обычные игры с детьми, которые мы тоже сейчас всё-таки отодвинули на второй план. Если раньше вспомним, где мы проводили наше детство – на улице, да, играли. Да, в силу определённых обстоятельств сейчас родители на что нацелены? Что ребёнок, если имеет круг общения, то это образовательное учреждение. Вне образовательного учреждения сейчас трудно встретить, когда дети общаются между собой. Следующее. И давайте поговорим, как развивать наглядно-действенное мышление. Отличается оно преобразованием реальных предметов. И результатом наглядно-действенного мышления прежде всего является действие. Успешному развитию наглядно-действенного мышления способствует лепка, конструирование, разнообразные дидактические игры и упражнения, практическое знакомство с предметами, орудиями труда, с предметами, которыми их можно заменить. И как варианты игры, например, такие. Игра «Покорми мишку». Понадобится набор детской посуды, набор детской мебели «Мишка». И педагог обыгрывает приход Мишки к детям. Кто-то стучится в двери, педагог спрашивает, кто к нам идет в гости. Открывается дверь, и педагог восклицает, ой, это Мишка к нам пришел поиграть. Сажает Мишку за стол и ставит перед ним обычный обеденный набор прибора, в котором, например, не хватает ложки или чашки. И педагог предлагает детям покормить Мишку. Если дети не догадываются, что для кормления нужна ложка, то он достает, педагог имею в виду, достает из буфета ложку и дает ребенку. Затем педагог говорит, что Мишка просит пить. Предлагает детям, например, кувшин, пусть будет с водой, и спрашивает у детей, куда налить воду. При затруднении просит детей достать чашку из буфета и напоить Мишку. После выполнения игровых действий педагог фиксирует в слове способ действия. «Кормить надо ложкой», то есть это обязательно тоже проговариваем, что кормить надо ложкой, поить надо из чашки. Еще одна игра «Покатаем зайчиков». Понадобится... Ну, опять же, вы можете брать заменители, это как пример только. Нам понадобится два зайчика, две тележки, одна пусть будет с веревкой, другая без веревки. И педагог приглашает детей в игровой уголок. В гости к детям приходят зайчики, обыгрываем эту ситуацию. Они хотят покататься в тележках. Педагог сажает зайчиков в обе тележки. Приглашает двоих детей и просит покатать зайчиков. Он обращает внимание детей на то, что тележку без веревки возить неудобно. Поэтому надо привязать веревку к тележке. Педагог привязывает к тележке веревку, показывая детям, как нужно правильно взяться за веревку. И дети по очереди катают зайчиков. Еще игра «Испечем пироги». Понадобятся формочки для песка, совочки. Проводить игру на улице, конечно, лучше. Если теплое время года нет, возможности тогда в помещение. И предлагаем «Испечь пироги для кукол». Педагог раздает детям формочки. Если они начинают брать песок руками, педагог останавливает их и говорит, «Руками песок брать нельзя. Чем можно брать песок?» Раздает детям совочки, показывает, как надо набирать песок, насыпать его в формочки и печь пироги. Педагог уточняет. Опять же, здесь тоже обязательно подводим итог. Проговаривает педагог, что песок нужно набирать совком. Игра «Перевезем игрушки». Понадобится машинка, веревка, кирпичики, котята. Педагог приглашает детей поиграть. Говорит, что сегодня принесли им новые игрушки, кирпичики, котят. Игрушки лежат у двери на салфетке. Эти игрушки надо перевести в игровой уголок, и дети будут с ними тогда играть. Предлагает, говорит детям, что перевести их удобно на машине. Показывает на машину машина без веревки. Предлагает детям нагрузить несколько кирпичиков, перевести их. Если ребенок не обращает внимания на то, что у машины нет веревки, педагог не останавливает его, а дает убедиться, что без веревки возить машину неудобно. Затем фиксирует внимание всех детей на веревку и привязывает ее к машине. Дети по очереди перевозят игрушки, а затем уже строят из кирпичиков дорожку, например, для котят. Пусть будет так. Как мы с вами можем развивать нагляднообразное мышление? И условно упражнения и задания, которые способствуют развитию нагляднообразного мышления, можно разделить на обучающие двум вещам. Комбинировать и трансформировать. Упражнение первого типа заключается в том, чтобы из данных образов, символов, а это могут быть разного рода фигуры, цифры, знаки, картинки и так далее, сложить что-то совершенное, что-то новое. Например, предложите вот как раз-таки к вопросу, что делать, если ребенок дублирует образы товарища. Что здесь можно предложить? Предложите из цифр, математических знаков, букв, составить фигурку человека. Круг, например, будет лицо, точки или скобки, ну пусть будут закрыты глаза, рот, запятая нос, треугольник, пусть будет платье, да, знак равенства ноги, знак больше или меньше, это согнутые в локтях руки. Как вариант, попросите проявить фантазию и предоставьте свободу сложить любую фигурку. Упражнения второго типа заключаются в том, чтобы, основываясь на предоставленном цельном образе, внести в него изменения с целью получить что-то новое. Сюда относятся задачи, например, со спичками. Если спичек нет, палочки, которых требуется путем некоторых действий одну фигуру превратить в другую. Можно дать задание подумать, каким образом можно было бы изменить, улучшить образ человека, изображенного, например, на фотографии. Можно попросить дорисовать предложенный элемент, например, печатную букву до любого узнаваемого образа. Например, к букве Т легко подвесить с обеих сторон по чашам, превращая ее в весы. Игра, например, достанет мяч. Ребенку предлагают рассмотреть картинку, рассказать, что на ней нарисовано, и затем просят, расскажи мальчику, как достать мяч. В случае затруднения понимания изображенной ситуации, педагог использует прием припоминания. Вспомни, как ты доставал игрушку, которая была на высоком шкафу. Если этот прием не помогает выполнить задание, то создается реальная ситуация. Ребенка просят достать мяч со шкафа, а затем рассказать о выполненном действии. После организации практической ситуации ребенку снова предлагают рассмотреть картинку и рассказать мальчику, как достать мяч. Как мы можем развивать логическое мышление? Для развития логического мышления помогут устные игры, также игры с использованием наглядных материалов. И здесь хороши такие устные игры, как «найди ошибку». То есть педагог показывает игрушку, называет заведомо неправильное действие, которое якобы произведет это животное. Дети должны ответить, правильно это или нет, а потом перечислить те действия, которые на самом деле может совершать данное животное. Например, собака читает. Может собака читать или нет? Вопрос, да? Дети отвечают, конечно же, что нет, а что может делать собака? И дети начинают тогда перечислять, что затем уже называются другие животные. Либо игра так бывает или нет. Взрослый объясняет правило, я буду рассказывать историю, в которой вы должны заметить то, чего не бывает. «Летом, когда ярко светит солнце, мы с ребятами вышли на улицу, на прогулку. Сделали и снега снеговика и стали кататься на санках. Наступила весна, все птицы улетели в теплые края. Медведь залез в свою берлогу и решил проспать всю весну. Еще игра? Да, нет. Я думаю, что эту игру вы точно уже знаете. Один игрок, взрослый или ребенок загадывает какой-либо предмет и предложить ребенку с помощью уточняющих вопросов выяснить название объекта. Этот предмет летает? Да. У него есть крылья? Да. Он высоко летает? Да. Он одушевленный? Нет. Он сделан из пластмассы? Нет. Из железа? Да. У него есть пропеллер? Да. Это вертолет? Да. Вот таким образом. Либо ассоциации. В этом упражнении предлагается подобрать слова по ассоциации. Платье? Что здесь? Лето. Шуба? Что? Зима. Белка? Дупло. Медведь? Берлога. И так далее. Еще одна игра «Придумай предложение». Здесь мы развиваем не только логическое мышление, но и речевую активность. Формируем чувство языка. Нам понадобится мячик. И педагог с детьми садится в круг, объясняет правила. Он говорит какие-либо слова, а дети придумывают с этим словом предложение. Например, взрослый начинает слово, называет слово «близко». Передает мяч ребенку. Тот берет мяч и быстро отвечает. Я живу, ну, например, близко от детского сада. Затем ребенок называет слово, передает мяч другому, ребенку рядом сидящему. И так по очереди мяч переходит от одного, играющего к другому. Еще тоже, как вариант, это упражнение, игра «Сочиняем сказку». В этой игре взрослый начинает сказку, задача ребенка ее закончить. И очень хорошо использовать здесь карты пропа. Либо кубики истории. Если, ну, тоже времени уже немножко у нас остается. Если интересно, вот эта тема, карты пропа и кубики истории, как составлять сказки по ним, как развивать связанную речь, то вы по этим дидактическим материалам, то вы напишите, пожалуйста, в чате, мы тогда озвучим. И что еще? Можно с использованием наглядных материалов, по иллюстрациям, придумывать какую-либо историю. Настольные игры тоже нам в помощь. Игры для ума. Учат строить логические цепочки, мыслить над каждым действием, продумывая последствия принятого решения. Все, отлично, спасибо огромное. Ну, знаете, единственный момент, на июнь уже запланированы вебинары, мы тогда будем уже после июня планировать. Хорошо? Потому что у нас сосрочка во времени. Отлично, спасибо огромное за вашу активность. Следующее, давайте поговорим о развитии творческого, креативного мышления. И здесь без воображения и умения ребенка оперировать образами невозможно творческое мышление. Как пример, игра теремок. Детям раздаются картинки, различные предметы, гармошки, ложки, здесь кастрюли, что есть. И проговаривается здесь, что ребенок просится в теремок, но может попасть туда, и только если он скажет, чем предмет на его картинке похож на предмет хозяина. Если просится ребенок с гармошкой, то получается у обоих на картинке изображен музыкальный инструмент, а ложка, например, тоже имеет дырку посередине. То есть вот чем похоже. Здесь кто что выберет. Следующая игра «Собери фигурки». Ребенку дается набор вырезанных из плотного картона небольших фигурок. Круги берем, квадраты, треугольники и так далее. Примерно 5-7 фигурок, больше не надо. Заранее изготавливаем 5-6 картинок с изображением различных предметов, которые можно сложить из этих фигурок. Собачка, домик, машинка. Но опять же тоже это как пример. Берем самые простые, дальше потихоньку усложняем. Ребенку показываем картинку, а он складывает нарисованный на ней предмет из своих фигурок. Предметы на картинках должны быть нарисованы так, чтобы ребенок видел, какая из фигурок где стоит. То есть рисунок должен быть расчленен на детали. Следующая сюрреалистическая игра. Это рисунок в несколько рук. Первый участник игры делает первый набросок. Изображает какой-то элемент своей идеи. Второй игрок, обязательно отталкиваясь от первого наброска, делает свой элемент изображения. И так далее до законченного рисунка. Мы, например, каким образом делаем так, чтобы удобно было всем подойти. Берем ненужные обои и прикрепляем к стене. И в итоге детям удобно подходят и по очереди рисуют. Кроме того, что еще можно предложить детям? Найти в кляксе знакомые образы. Из нескольких разных деталей создать какой-либо предмет. На разных картинках находить одни и те же признаки. Угадать, например, что за предмет по устному описанию. Рисовать с помощью нетрадиционного рисования. И здесь тоже фантазии о природных явлениях. Например, нарисуй и расскажи, что может произойти, если внезапно исчезнет солнце. Ну, это, конечно же, для детей старшего школьного возраста, подготовительного к школе возраста. Либо задание, как ты думаешь... Сейчас тоже... Сейчас, извините, отвлеклась. Как ты думаешь, что бы случилось в природе? Как чувствовали бы, например, себя животные, растения, люди, если бы весна не наступила? Или придумай как можно больше способов, где в лесу от дождя может спрятаться божья коровка. Как ты думаешь, из какого материала муравьи могут построить кораблик, чтобы переплыть речку? Фантазии о людях и животных. Например, что может случиться, если все взрослые станут детьми, а дети взрослыми? На рисунке изображен портрет фантастического животного. Опиши его, где оно живет, чем питается, какая у него семья, есть ли друзья. И здесь тоже, знаете, такой важный момент. Пусть ребенок говорит, высказывает свое мнение, говорит то, что он считает нужным. Почему? У нас слишком много критического мышления у нас, у взрослых. Потому что слишком часто мы слышали, это не так, это не то и там не то-то. И в итоге формируется внутренний критик, который нас блокирует. Дети находятся в том волшебном возрасте, когда еще нет этого внутреннего критика, который будет рассказывать, что это чушь полная. Но еще стоит учитывать тот момент, что сейчас очень много профессий, которые требуют творческого креативного подхода. И работая над творческим креативным мышлением, мы тем самым с вами закладываем более светлое, скажем так, светлое будущее нашим детям. Еще тоже очень нравится детям работать с друдлами. Что такое друдлы? Это графическая головоломка, которая имеет множество вариантов ответа. Здесь нет четкого правильного варианта. И как вообще играть в друдлы? Первый способ прокачка мозга идет мощно. Взрослым тоже, кстати, полезно с ними работать. И на занятиях по бренд-фитнесу мы тоже работаем с друдлами. Придумайте 3-5 вариантов описания того, что изображено на рисунке. На самом деле для каждого изображения можно даже 20, а где-то и 30 различных толкований придумать, а может быть еще больше. Каждую картинку можно рассматривать в качестве нескольких разных друдлов, поворачивая книжку, листок с разными сторонами. Можно использовать как игру в кампании. И смысл игры подобрать как можно больше версий, интерпретаций. Игроки по очереди дают описание картинки. Описания не должны повторяться. И кто не может, например, придумать оригинальное описание, тот вылетает из команды. И игра может продолжаться, пока не останется один победитель. И также третий способ, творческий способ. Дорисовать друдл из той закорючки, которая представлена. Взять одну какую-то, которая перед вами на экране. Очень много вариантов друдл. И предлагается ребенку дорисовать вот эту закорючку так, чтобы получился конкретный, не абстрактный, всем понятный рисунок. Ну и как пример тоже, вот такой друдл. Что здесь можно представить? Что это может быть? Бабочка ползет по ниточке. Песочные часы уравновешиваются на веревке. Или человеку бабочку зажало дверью лифта. Ну почему бы и нет, да? Двери шкафов с ручками. Ну такие ручки красивые. Либо, что еще можно? Ну, например, два топора, повернутые лезвиями в разные стороны. Или два бельярных стола с треугольниками. Это мои ассоциации. Какие будут у вас и у детей прекрасно и замечательно. Еще тоже важно развивать у детей пространственное мышление. Уже времени совсем немножко. Здесь подойдут игры со спичками. Игры со счетными палочками. Так, по поводу лидерских качеств, да, это надо, наверное, все-таки отдельный вебинар. Нам тоже, раз это интересно, надо мне записывать. Сейчас уже много тем набежало. Лидерские качества. Карта пропа, да? Я так понимаю, карта пропа. Сюда же кубики истории. Сейчас быстренько. Что еще? Игры с чертежами. Когда ребенку предлагается, например, поиграть в пирата, найти клад, следуя плану. Что еще? Игра, например, дальше ближе. Когда ребенку предлагается передвигать предметы на близкое и дальнее расстояние по просьбе взрослого. С закрытыми глазами, когда следует указаниям педагога. Нужно прочертить линию на листе бумаги. Здесь наши графические диктанты нам в помощь. Что еще? Очень хорошо использовать кубики Никитина. Прекрасно развивается мышление и образное мышление, и логическое, и творческое мышление. Сначала, когда просим ребенка по схеме составить фигурки, определенную картинку. И дальше, когда ребенка просим составить кубики так, чтобы получилась какая-то своя картинка. Прекрасно. И родителям, кстати, это тоже можно предложить на занятиях. Понятно, что в дошкольном образовательном учреждении есть занятия, которые определены определенными темами. Не всегда хватает возможности, времени, чтобы все это охватить. Поэтому вы можете предлагать родителям те же самые друдлы. Те же самые друдлы предложить. Кубики Никитина. Очень много сейчас. Дары Фребеля. Ну, дары Фребеля, конечно, вряд ли родители купят, но многие образовательные учреждения их имеют. Мы, например, покупали, участвовали в проекте, выиграли гранты и закупили. Тоже прекрасно, замечательно, очень хорошо все это проходит. И, уважаемые участники, развитие мышления в дошкольном возрасте один из самых важных этапов в развитии человека, поскольку именно в этом возрасте, в детстве, формируются особенности восприятия мира человеком и самого себя в нем. Развивается психика. Нельзя пускать, конечно же, этот процесс на самотек, на волю. И взрослые должны направить желание ребенка в нужное русло, развивать все виды мышления. И творческие различные задания тоже нам здесь в помощь. По поводу... К настольным играм прекрасно отношусь, замечательно, отлично. Но здесь же тоже нужно учитывать тот момент, что должно идти чередование. Все должно соответствовать возрасту, предлагать игры в соответствии с возрастом. И не так, как, например, часто бывает, что приходит ребенок в образовательное учреждение, его усадили за стол, да, и сиди до прогулки полдня между завтраком и прогулкой, сиди за столом. Ну, я думаю, что вы тут со мной согласитесь, это частое явление. И детям предлагают настольные игры. Конечно же, должно идти чередование в любом случае. Поэтому важно отталкиваться вот от этих моментов. Родителям предлагаем... Не все мы можем сделать как педагоги, поскольку время тоже ограничено. Есть программа, которой мы должны соответствовать. И здесь помощь нам родителей. Каким образом, конечно, организовать эффективное взаимодействие с родителями, это тоже тема отдельного бебинара. Вот, поэтому здесь, если тоже это интересно, тоже тогда озвучивайте, каким образом можно заинтересовать родителей так, чтобы взаимодействие было продуктивным. И спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, что наш вебинар оказался полезным. Ждем вас на наших последующих вебинарах. Спасибо вам большое за ваши отзывы. Очень приятно, ценно для меня. Будем стараться дальше, чтобы наши вебинары были также полезны и продуктивны для вас. Всего доброго. Ждем вас на наших следующих встречах.